Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание, на котором подвели итоги работы правительства в 2022 году. Были поставлены цели и задачи на будущее. Об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. Говоря о стратегических планах и задачах на этот год, Рашид Тимрезов напомнил о поручениях, данных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе недавней встречи в Кремле. И первое, чем поинтересовался глава государства – точки роста экономики в республике. Для нас это промышленность, сельское хозяйство, туризм. При этом ответив, что минувший год удалось пройти относительно спокойно, получилось минимизировать возникающие риски и сдержки в период структурной перестройки экономики предыдущего года в условиях внешнего санкционного давления. Этого удалось достичь путем реализации федеральных и региональных антикризисных мер, в том числе благодаря активной инвестиционной деятельности на территории республики. О реализуемых инвестпроектах я также доложил президенту. Реализация инвестпроектов, которые вошли в модель экономического развития, рассчитанной до 2030 года, позволяет создать до 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, преимущественно в сфере промышленности и производства строительных материалов, перерабатывающих отраслях и гидроэнергетики. В целях дальнейшего развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест и стимулирования импортозамещающих производств, принято решение объявить текущий год годом развития промышленности. В реализации этого направления уже предпринято ряд действенных шагов. Поставлены задачи, не забыв указать о приоритетной отрасли экономики сельского хозяйства. Прошу от коллеги правительства и вице-премьеров и министров, ответственных за определенные национальные проекты, четко выстроить планы работы на год, уточнить потенциальные риски, узкие места, которые нам нужно проработать совместно с федеральным центром. Числу важнейших задач на текущий год была отмечена социальная догодификация, строительство дорожной инфраструктуры, улучшение качества водоснабжения и благоустройства населенных пунктов. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем начать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 202 объектов строительства. Это у нас и дорожная инфраструктура, и инженерная инфраструктура, и объекты здравоохранения, образования, культуры. На совещании было озвучено о необходимости становления профессии педагога на качественно новом уровне. Эта возможность дана в год педагога и наставника, объявленного в 2023 году в соответствии с решением президента Российской Федерации. Все последующие действия будут направлены на повышение престижа профессии учителя. Для обозначенных задач необходим боевой настрой и стремление улучшить качество жизни наших граждан, имея при этом огромное желание видеть нашу страну сильной и безопасной, сказал на совещании глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Альбина Ланкова, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...